Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет новый заряд вашей экраны, а это значит, что мы продолжаем искать артефакты в Экс Махина. Садимся поудобнее, берём ништяки и, сука, едем. Какая-то, блядь, вскрыла тайник, в котором находилось именно то, что я ищу. Ммм, ништяк. Есен хуй, я согласен. Так. Летим на МАЗУ-51. Летим, попутно попизживаяся, что движется не в ту сторону. О, нет, хотел, не вышло. Так. Вроде бы правильнее все едем. Все равно надо, получается, в пеш, чтобы он мог пересечь, а потом он снова пересечь. Если я правильно помню, потому что вроде как нет прохода к базе. Так, кабину они продать не могут. Дымовуха. Рейнметалл. Так, теперь налево с моста. Рейнметалл. Бот. Чуть нет никого, как назло. Блядь, чем делать петлищу? Лучше ебану вот здесь. Блядь. Белаз, в принципе, ее берет, эту яму. Ом. Охота завершена. Рузвики оплачивают. Хотя охота как таковой не было. Просто хуяка у тараном и все. П filmmaking. П маркетинг. Паркетинг. Чем главное? Тараном. Минус, дома. Паркетинг. А throttle. АOk. Дон. Чем. И тогда как он accredит. Паркетинг. так мне прямо? да мне прямо чё блять ой а кто это тут сдох ой а я там насобирал не кисло ступридурка какой-то ебачный ураливый хорошо хоть на белазах блять не рассекают иначе попадись мне такой же как я боли на мою долю точно хватит что у них по стволам? да ничего интересного вектор один ебучий ага так ремка лимон что мы можем длиров Тааааак Ордва Ди-2, блядь! Ржаю, правда, ну сука Ордва Ди-2 Опять ремонт Сейф В принципе, можно лететь к Оракулу Чего от меня, собственно, и хотят Сейф Ордва Ди-2 Ордва Ди-2 Нужную нам кабину мы найдем, по крайней мере, не раньше, чем в Швейцарии Ордва Ди-2 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 Зачем же делать бы такие затянутые локи? Ну, это же просто ужас, господа. Ну, это, наверное, один из главных минусов игры, то, что она как бы намеренно затянута. И второй момент, то, что автолевелинг. Да, автолевелинг в его самой ненавистной мне форме. Ну, в принципе, для 2006 года, когда она вышла, игра была на высоте. Как технически. Так и геймплей. Поэтому, как говорится, взятки гладкие. Разработчики выложились на полную. И мне вдвойне льстит то, что это российская разработка. Единственное, да, конечно, можно исправить некоторый функционал мадами. К примеру, стандартные пять грузовиков. Расширить хотя бы до штук восьми, наверное. Чтобы каждый нашелся машину по вкусу. Хотя, с другой стороны, вэн, стартовый молоковод. И дальше уже тупо у тебя выбор между тремя. Если ты играешь от скорости, Урал. Если играть от огневой мощи, Миротворец. Ну и, соответственно, если играть от объема кузова. То есть, ну, как я, к примеру, то БелАЗ. Ну и, соответственно, конструкция. Урал быстрее, но при этом он чистый ДД. Миротворец это танк. А БелАЗ нечто сбалансированное. То есть он и дамага летит отлично. И куда мне лететь? В Асгард? Усюка. Так, я на всякий случай салвнулся. Чисто для того, чтобы в случае чего не лазить по ебеням, а сразу загрузиться. По-моему, здесь должен быть проход. Так что это, по сути, верхний край разлома. Как говорится, альтернатива это переход через горы. Хуй. Хоунский, блядь. Сука. Ладно, F3. Иначе, пилим по дорогам. Как дела? Да заебись, вроде бы. Так, а ехать придется достаточно далеко. Так. Да. Суспел. Так. Танк транспортный. Значит, город мы обходим вот так. Да заебись всё, я же говорю. Сука, опять заезд по всей локации. Только нахуя она спиздила диск? Ладно, нахуя, топим дальше. Сука, опять через Пешт ехали. Блять. С этими заездами кучу денег проебёшь. Угу. В итоге получается... Ладно бы она просто второй диск спиздила. Так она спиздила ещё ключ от морских ворот. И спиздила первый диск. Нахуя пойдём диск, какая-то... Так, мне сейчас направо. Редактор субтитров. Так-так-так... Похоже, мы где-то рядом. Но только как он определил, что она съебалась в Асгард? Сука нах! Почему, в первую очередь, в Асгарде, блядь? Да я как-то в ухо ебал. Пиздец. Тоннель. Пиздец. Шестьсот четырнадцать литров уже съедено. Я ебу. Угу. Когда я увидел в начале серии, что придется, скорее всего, пиздячить в Librium. Блядь, все-таки въебался. Короче говоря, ездим в бойцы к лягушатникам. Эти земли напоминают мне, скажем так, древнюю Германию. Ну, для них древнюю. Знаешь, судя по карте, да, как раз где-то в районе Германии. Оказывается, из Librium есть ход в рощу друидов. Что сильно сокращает мне дорогу. Круто. А, это тот самый квест с засадой. Как же открыть эти громадные ворота? Ой, блядь. Как же я не хотел обратно в Асгард пиздавааать. Да и устаешь от таких заездов не слабее, чем от Агентрана в Еве. Вот как-то так. Нажестил его какую-то. Приветствую тебя. Здорово. Блядь, было болезненно. Рэм. Десять штук. То хуйня. Ну как-то для меня, когда мне 230 на борту, как-то 10 тысяч не деньги. Вот абсолютно. Не насосал, а нафармил. Я так понял, что это у нас тоннель, ведущий, я так понимаю, в Швейцарию. Типа французские Альпы, хотя нет, скорее всего это Нормандия, только причем здесь горы. Ух ты ж бань твоя. Да, это север Франции. Теперь-то лиса от меня нет. Привет. Кто же не знает лису? Значит, насмешит. Это мы. Тут, ребятки, я смотрю, даже на войнах с энергооружием катаются. Гостеприимно, однако. Ну а что будет дальше, мы узнаем в следующей серии. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, не забывайте про колокольцев и пока.